Всем привет! С вами Романов Роман. Россия активно продолжает ломать созданную Западом блокаду Севастополя и Крыма. В ход идут все средства от торговли через порты до гуманитарных связей. А именно используется система высшего образования на полуострове. Но оказывается, что недавно Севастопольский государственный университет подписал меморандум о сотрудничестве с Международным образовательным фондом. Последний намерен направлять студентов в Севастополь из Ирана, Пакистана, Афганистана, Индии, Китая, Бангладеша и других азиатских республик. Фонд выразил заинтересованность в образовательных программах по специальностям. Медицина, юриспруденция и журналистика, лингвистика, педагогика, автомеханика и альтернативная энергетика. Ход логичный. Мы годами слышим о том, что США и Европейский Союз взращивают оппозиционеров на постсоветском пространстве из лояльных западным элитам кадров. Собственно говоря, СССР занимался тем же, принимая на обучение студентов из стран, входящих в орбиту его влияния. И афганцы, допустим, прекрасно об этом помнят. Наш фонд готов представлять ваши интересы в Афганистане, связаться с Кабульским институтом и другими учебными заведениями на территории страны, вести переговоры с ними о признании дипломов, обмене студентами и преподавательским составом, организации совместных спортивных мероприятий и молодежных фестивалей. Цитирует пресс-службу университета главу фонда Айрата Ахмада Масута Ахмада Масума. Члены афганской делегации отметили, что в вузах Советского Союза и Российской Федерации обучались более 100 тысяч афганцев, которые стали специалистами высокого класса. Выращивать лояльные кадры просто обязано любое государство, которое претендует на статус регионального лидера, не говоря уж за статус мировой державы. Чем больше иностранцев научатся говорить по-русски, тем больше в других странах будет высококвалифицированных специалистов, ориентированных на наши, а не на западные ценности. Россия это, конечно, выгодно. Не секрет, что наша культура оказывает на людей благотворное влияние, поэтому Севастополю не помешают студенты из перечисленных стран Ирана, Пакистана и Бангладеша. Все эти молодые люди проведут по несколько лучших лет своей жизни в городе, дышащем историей России, и пронесут это с собой через всю жизнь. А потом через много лет кто-то из них добьется социального успеха у себя на родине, сохранив при этом теплые воспоминания о нашей стране. И значит, будучи готовым сотрудничать именно с Россией. Кстати, что интересно, рост приема иностранных студентов на учебу в Россию приветствуют даже либералы. Вот, допустим, фрагмент из апрельского материала «Ведомостей». Для задач форсированного экономического развития есть мировая практика создания особых экономических зон и территорий, опережающего развитие. Вполне возможно, мы подошли к исторической необходимости выделить особую академическую зону для группы университетов с особыми правилами автономии, финансовой поддержкой и повышенными требованиями к интернационализации деятельности. В рамках нацпроекта образования наша страна собирается к 2024 году увеличить число студентов-иностранцев вдвое, до 425 тысяч человек. Это примерно такой же уровень, как в пресловутых нормальных странах. Для сравнения, Канада стремится к 450 тысячам студентов-иностранцев к 2022 году. Думаю, одну из предложенных авторами материала в «Ведомостях особых академических зон» вполне можно создать и в Севастополе. Пусть иностранцы впитывают не только знания, но и нашу культуру в самом русском изо всех русских городов. И тогда мы не просто впишемся в мировой контекст, а создадим часть этого мирового контекста сами. Влияя через умы людей, которые окунулись в российскую жизнь.